Кремлевская набережная, которую уже успели переодеть новогодние гирлянды, неизменно является самым популярным местом для празднования Нового года. А совсем рядом главная Казанская елка и между двумя столичными локациями меньше километра. Поэтому в новогодние праздники, как всегда, центр притянет туристам, гостей и жителей города. Именно в новогоднюю ночь за безопасность будут отвечать 2000 полицейских. Ежедневно на каникулах будут патрилировать порядка 400. Под вниманием как раз центр Казани. По прогнозам МВД, поток туристов и просто отдыхающих в этом году будет два раза больше. В этом году, с учетом того, что достаточно благоприятные погодные условия и елочных городков больше, чем в прошлом году, мы прогнозируем участие наших граждан, гостей нашей республики в общей сложности более 500 тысяч человек, то есть более полумиллиона. На территории основных елочных городков полицейских будет больше, не исключены и досмотры. Горожане и туристы к ним готовы. Меры жесткие, но безопасность важнее. Еще вот эти противотаранные поставить надо, блоки фундаментные. Это все правильно. 1 января мы здесь были, допустим, с ребенком. И было очень много народа. Если бы, допустим, не было бы охранников, там, полицейских, было бы страшновато. Под контролем сейчас и продажа пиротехники уже изъяли 600 огненных игрушек и составили 11 административных протоколов. Есть первые жертвы. Варский 11-летний мальчик получил термические ожоги. Предполагается, что неправильное использование при запуске петарды, потому что у него петарда загорелась в руках. Зажечь не только праздник, но и огни. Причем в любых точках города можно будет лишь бенгальских свечей. Для любителей огоньков погромче и поярче придется поездить по городу. Сейчас в Казани определены 4 официальных места, где можно запускать пиротехнику. В противном случае предусмотрен штраф. Для юрлиц он может достигать 500 тысяч рублей, а для физических – 4 тысячи. Альбина Минебаева, Ильшак Михайлов, КНБ, Казань. Субтитры подогнал «Симон»!